23. Можно какие-то сделать предсказания. Всем же интересно. Я в 2008 сделал одно из, на мой взгляд, крупнейших открытий, что время с 2021 по 2025 будет так называемая война. Ну или не так называемая, а реально война. И фактически предсказал дату начала войны 2022 год. Но с поправкой на то, что это четвертая фаза, а не вторая. То есть, по сути дела, мы живем с вами в аналоге Великой Отечественной войны, которая длилась тоже 4 года, с 1941 по 1945 год, но с поправкой на четвертую фазу. То есть, вот этих армат гигантских там танковых сражений, вроде Курской битвы, этого ничего не будет. Четвертая фаза, она другая. Больше идет картинка, чем реальность. Но, по сути дела, 2023 год аналогичен 43-му году. То есть, когда в начале года наконец-таки завершилась, если мне память не изменяет, Сталинградская битва в 43-м году, и быстро-быстро покатили на запад, а потом был некий критический момент в середине лета, когда произошла Курская битва, который очень сильно готовились немцы, и на который очень сильно рассчитывали. Там, пантера новая была, там, и так далее. Новые танки. Именно после победы Курской битвы, ну, вопрос был решен. То же самое примерно будет в 2023 году. Тоже покатится война вперед. Вперед. Год этот более быстрый, чем 2022. 2022-й он подобен перетягиванию каната, как, собственно, и 42-й. Там тоже то отогнали от Москвы, то пошли опять к Сталинграду. То есть, туда-сюда. А 2023-й он будет такой решительный. То есть, пойдут решительные победы, ну, начиная с 13-го, 14-го января. Вот. А летом будет, ну, скорее всего, летом. Ну, точно не могу это сказать. Скорее всего, будет некий кризис, то есть, противостоящая нам сила, это, конечно, не Украина, а НАТО и Соединенные Штаты Америки, пойдут ва-банк, сделают какой-то сильный ход, как им кажется. Но нет против империи сильных ходов. В этом весь фокус, вот в этом весь пафос, открытие, которое сделал еще в 90-м году. невозможно воевать с империей, даже не потому, что у нее больше железа или сильнее вождь, там, и так далее, и так далее. Я извиняюсь, не очень научное понятие, Господь Бог, но такое впечатление, что империя просто подыгрывает. То есть, победа империи, она по определению идет. Невозможно ее победить. Этот прогноз Соединенным Штатом смог бы сэкономить в свое время несколько триллионов долларов. Но моих прогнозов там не читают. Григорий Васильевич, Вы еще говорили, что основные, основное столкновение, это не боевые, а на финансовом рынке. И что идет вообще перестройка всего, всей цивилизации. Ну, можно сказать, финансовые, можно сказать, информационные, фактически эти вещи слиты. Потому что всем понятно, что любые финансовые происшествия, это из следствия неких информационных сбросов. То есть, до тех пор, пока информация говорит нам, Америка это на века, ничего с ней не произойдет, до тех пор доллар устойчив, крепкий и так далее. Как только в информационном поле из всех утюгов, из всех пылесосов начнут говорить, что доллар со дня на день умрет, там, спасайтесь, переходите в юань, в рубль, в нефть, в газ, там, я не знаю, в криптовалюту, он рухнет тут же. То есть, финансы и информация сейчас неразделимы, по сути дела. Так что, борьба идет именно за это, за финансы, за информацию. Кто контролирует информацию, контролирует все. И не случайно Соединенные Штаты Америки сейчас контролируют не свое информационное поле, а так называемое информационное поле глобального Запада. То есть, они влезли во французский, я не знаю, немецкий и так далее. Там, к слову, пикнуть нельзя против их какой-то линии. — Немного вот про финансы. То, что Россия начала переходить из долларов в юани, там, в рубль, в рубль, это тоже элемент противостояния империи и Америки. — Не, ну это как раз самое главное есть. Я об этом и пишу все эти 25-30 лет. Что, по сути дела, Америка придумала себе некий бесконечный ресурс. То есть, не обладая таким ресурсом, она решила, что они могут купить все. — Григорий Семёнович, ну, 25-й год закончится. Мы все верим, что Россия победит. А вот Ваша теория дает прогноз, а что будет дальше? Вот, потому что интересно же, у человека так устроен, ему все интересно, что дальше, дальше, дальше. — Ну, это тема вот буквально последних опять нескольких лет, я развиваю как раз эту тему, она называется «Русский мир». То есть, поскольку у нас четвертый имперский цикл, чем он отличается от третьего? То, что он завершающий. И в результате у него должен родиться новый миропорядок, новое устройство мира. И вот название у него будет, ну, это будет справедливо. «Русский мир» и как раз он начнет строиться в 29-м году. То есть, 4 года еще будет такой переходный период. В 29-м году начинает строиться «Русский мир», «Русский порядок», в котором будет найдена, ну, в первую очередь, опять финансовая система, которая будет абсолютно прозрачна. Потому что чем плохо вот тот мир, который существует сейчас? Аудита нет. Сами американцы пытались сделать аудит Пентагона и не сделали. В ужасе убежали, потому что там страшные дыры. Они собирались делать и начали делать аудит ФРС, Федеральной резервной системы, и не сделали. Вот. И вся мировая финансовая система – это липа, в которой не проводили аудита никогда. То есть, мы на самом деле не знаем, кому что принадлежит, что, сколько стоит и так далее, так далее. Так вот, «Русский мир», он, ну, я так думаю, что начнется с двух вещей. Первое – запрет любых военных действий, то есть, полное, так сказать, замирение, ну, как говорится, как у Киплинга написано, да, «Водяное перемирие». А потом начнется аудит. То есть, раньше Америка, имея огромную военную силу, могла помешать этому аудиту. После 29-го года они не смогут уже помешать. То есть, мы посчитаем, кто кому сколько должен. И выяснится, что Бельгия банкрот, что Америка банкрот, что Италия банкрот, а какой-нибудь, я не знаю, там, Зимбабве, может быть, уже что-то заработало. То есть, это главное. Где деньги? То есть, прояснение. То есть, задача русского… Россия – это прояснить вообще… И устроить справедливый мир, но не на тех наивных достаточно принципах, о которых там говорили в свое время коммунисты, как Шарик говорил, взять все и поделить. Это было наивно. А будет уже здесь по справедливости. Все чего-то стоит. Это нужно узнать, сколько литий стоит на самом деле, сколько стоит марганец, сколько стоит калий. Это нужно все посчитать. Потому что тот мир, который есть сейчас, он фактически бандитский. То есть, видите, они даже сейчас хотят сказать, мы вот не будем у вас покупать за 60 долларов, а завтра скажут – за 5 долларов. Но это вот под дулом пистолета. Но они не учли такую вещь. Но они не учли нескольких вещей. Во-первых, они не учли русскую ментальность. Русские вот таких вещей очень не любят. Русские любят, когда их просят, когда им просят помочь. Они не любят, когда им угрожают. Это первое. А второе – они не учли, что у нас имперский цикл. Но этого они просто не знали. Главное, не хочется опять проходить через какую-то разруху, перестройку вот этих каких-то финансовых систем. Но я так понимаю, это неизбежно. Единственное, что нам грозит, что опять русский человек по натуре своей невероятно добрый начнет отдавать очень многие вещи за даром. Мы сейчас говорим, что давайте мы отдадим удобрение бедным африканцам за ноль рублей ноль копеек. Главное вот с этим не переборщить. Потому что вот русский человек, он себя снимает все. Последний полушубок, чтобы помочь обездоленным. Вот. И это единственная угроза. Других угроз нет, что мы слишком добрыми окажемся. Мне пишут постоянно тоже на прямую линию, что мы своих-то, которые живут очень небогато, жители России, своих-то немножечко поднимем, прежде чем начнем там галадранцам всяким помогать. Один из самых таких задамаемых вопросов последнего времени. Мобилизация был нет? Большая мобилизация. Да нет, конечно. Но дело в том, что опять вот эта специфика воин четвертой фазы, которую, может быть, я недостаточно хорошо объяснил. Наш аналог это Суворов. Что такое Суворов? Соотношение 1 к 10 было, когда он брал даже крепость Измаил, которая считалась абсолютно неприступной. То есть империя к четвертой фазе каким-то загадочным образом готова так, что все под ее руками, вот вражеские порядки просто рассыпаются. Продолжение следует... Продолжение следует...